МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуй, программа Городовой. Приезжай и спасай. На балконе поселились осы. Не знаем, что делать. Востряковский проезд находится на территории Южного административного округа в районе Бирюлёво-Западное. Проходит от Харьковской улицы до Булатниковского проезда. Дом 15, корпус 3, панельное 12-этажное жилое здание 1977 года постройки. В нём три подъезда и 143 квартиры. Ну что, Светлана Николаевна, это комната? Да, это комната. А они здесь летают, нет? Здесь не летают. Но дверь открыть невозможно. Это на балкон? Это дверь на балкон. Ага. Дверь всегда закрытая, потому что залетает в комнату. Может ужалить. Я обнаружила гнездо где-то месяц три. Небольшое было. Потом, скажем, днём оно увеличилось и увеличилось. То есть понятно, они строили же себе дом. Да, на балкон невыносимо было выйти. Даже бельё я боялась повесить. Начну трясти его, ну чтобы распрямить после стирки, они начинают кружиться. Но когда веником я их тронула, будет очень большой рой. А одна оса даже меня укусила. И вы поняли, что пора отступать. Да. И поэтому Светлана Николаевна вооружилась вот таким вот аксессуаром, чтобы ловить ос, которые пересекают границы незаконно. Чтобы понять, с кем имеем дело, городовой решил познакомиться с новыми жильцами. Я тучка, тучка, тучка. Я вовсе не медведь. И как при этом тучке по небу лететь. Вот они. Гвездо размером вот примерно такого размера. Вот такой, серьёзный. Сейчас твоя оса заползает. И как же их выселять отсюда, непонятно. Альфир Габдулович из семьи потомственных пчеловодов. Поэтому с пчёлами он дружит давно. Однажды, когда проводились эксперименты, его ужалили 130 раз. Но это были не осы. С ними человеку нужно быть осторожнее. Во-первых, одеть соответствующую амуницию. Обязательно халат или специальный комбинезон пчеловодный, через который осиное жало трудно проникает в мягкие ткани поверхности человека. Это первое. Обязательно лицевую сетку нужно иметь. Обязательно нужно иметь на всякий случай дымарь даже. Для того, чтобы их отпугнуть. Потому что у них тоже рефлекс возникает на дым. Как будто лесные пожары. Они быстро заходят в гнездо, стараются спасти своё гнездо. Пчёлы же, в отличие от ос, в момент опасности, наоборот, стараются спасти не дом, а мёд. Поэтому разлетаются в разные стороны. Мы считаем, что осы селятся там, где им нравится. Для гнездования осы подбирают труднодоступные обычно места. Это либо балкон, обычно вот, когда люди живут длительное время и смотрят на балкон, на балконе привилась и образовала гнездо осиная семья. В этом случае что-то их привлекло. Либо это довольно укромное было место. Оно защищает от ветра, от непогоды. Помимо этого, дупло деревьев может быть местом гнездования ос. А также труднодоступные расщелины. И в частности, панельные перегородки. Мы решили встретиться с представителем ДЭС. Нужно узнать, как коммунальные службы борются с нежелательными сожителями. Светлана, расскажите, пожалуйста, как районный ДЭС борется с нежелательной живностью в живых домах? То есть тараканы, там всякие... Крысы. Крысы, да? Дератизация проводится ежемесячно каждого дома. А дезинфекция, значит, это по заявкам жителей в обязательном порядке. Мы реагируем немедленно. Плюс заявки подрядной организации. То есть в случае попадания в подвал, обнаружения, соответственно, мы сразу, значит, даем заявки. И подрядная организация непосредственно выезжает и занимается обработкой. С крысами и тараканами все понятно. А как быть с такими редкими гостями, как осы? Изначально нашей героине помочь никто не отважился. Соседи участвовать отказались. А коммерческие организации за подобную услугу запросили 4,5 тысячи рублей. Для пенсионерки это очень дорого. Ну вот скажите, почему осы не травить? Значит, вообще дирекция по 299-му постановлению правительства занимается обслуживанием мест общего пользования. То есть содержанием, текущим ремонтом мест общего пользования. Ну, как правило, значит, балкон – это относится часть к часть квартиры. И, соответственно, мы вообще за последние 13 лет моей работы – это первый случай. Надеемся, последний. И такого еще не было. Как избавиться от осиного гнезда в квартире? Способы. Первый. Аэрозолем с химикатами против насекомых надо обработать само осиное гнездо и вход в него. Второй. Можно опустить гнездо в емкость с водой. Третий. Необходимо сначала обернуть осиное гнездо плотным пакетом, а затем оторвать его от места, где оно прикрепляется. Завязать пакет. Медики утверждают, что укуса пчел очень полезны. Существует даже апитерапия, лечение различных заболеваний с помощью живых пчел. Но насколько полезны укусы ОС, узнаем у специалиста. Многие специалисты говорят, что укуса, например, пчел полезны. Многие говорят, что они, напротив, вредны. Укус ОС полезен или вреден для человека? Укус ОС бывает приводит к летальному сходу. Мы знаем тяжелое проявление аллергической реакции системной, анафилактический шок, когда пациент реально может погибнуть в течение нескольких минут после укуса насекомого. Кроме аллергических реакций, бывают токсические реакции на яд жалящих насекомых, перепончатых крылых, это укуса пчел и шершни. Соответственно, при большом количестве ужалений, как раз ОС может жалить повторно, появляются не аллергические, а токсические реакции. Вот эти токсические реакции могут сопровождаться ознобом, лихорадкой, головной болью, болью в животе. Жужжащие соседи, да еще и на небольшом балконе, оказались очень опасными. Ведь кто знает, когда и что придет им на ум. Если ужалил ОС, жала нет, поэтому искать жала не стоит. Значит, мы прикладываем лед, накладываем жгут выше места ужаления, принимаем антигистаминный противоаллергический препарат. В управе района не стали отказываться помочь пенсионерке в ее беде. Если сегодня ОС появились на ее балконе, то в скором времени можно ожидать их расселения по всему дому. И тогда уже масштаб проблемы будет совершенно другой. Кто должен помогать жителям и куда им обращаться? Может быть, в похожих ситуациях или подобных? В похожих ситуациях могут обращаться на диспетчерскую службу, могут обращаться также у нас есть на секретарь в управе района, дежурный, на любой звоночек. То есть мы принимаем заявочку и оперативно стараемся ее отработать. Вообще в управе или на портал «Наш город» подобные обращения поступали? От жителей. Вы же наверняка постоянно проверяете, как-то смотрите. Да, смотрим, но таких обращений не было. А вот и спасители. Районные власти для эвакуации гнезда с опасными насекомыми вызвали профессионалов, которых вряд ли напугает чье-то жало. Светлана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот к вам на помощь. Опрыскиваем гнездо ядом, и после некоторых манипуляций осиный дом вместе с его квартирантами оказывается в мешке. И балкон снова принадлежит москвичке. Ну все. Счастье? Не знаю. Счастье. Вот они собираются опять. Так они поняли, что дом сломали? Они сейчас прилетают, а потом улетят опять? Да. Это хорошо, если улетят. Хотя поселение ОС на балконе в многоквартирном доме случай исключительный, встречается такой крайне редко. Но тем не менее, есть специалисты, которые вам помогут. Обращайтесь в МЧС. Если же вы решили самостоятельно убрать гнездо, не забывайте про средства индивидуальной защиты. Укусы ОС очень опасны для человека. Хотите обратиться в программу «Городовой»? Позвоните по телефону горячей линии. 495-506-27-61. Или отправьте нам письмо на электронную почту и в социальные сети. Мы ждем ваши отзывы и обращения. Редактор субтитров А.Семкин